МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Иногда говорят, что нужно воспитывать кнутом и пряником. А вот руководитель театральной студии Калиостро «Что воспитывать надо театром?» Здравствуйте, это программа «Главная тема» и гость в студии Елена Антропова. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Елена, что же значит воспитание театром? Ну, я думаю, что это значит очень многое, потому что человек, который приходит в театр, он должен понимать, зачем он туда пришел. Кто-то идет просто развлечься, кто-то идет бить какое-то время на досуге, а кто-то идет за какими-то новыми эмоциями, ощущениями. И поэтому задача любого театра – это, в принципе, нести какую-то воспитательную ноту. То есть это обязательно. Какая-то мораль, какое-то воспитание, то есть это должно присутствовать в театре. Тем более, что театр, он основан на нашей великой литературе, а там это обязательно. На днях наша съемочная группа побывала на вашем спектакле, который называется «Письма о войне». Они испытали настоящие живые эмоции до такой степени, что даже вот слезы потекли. Скажите, ведь ваша задача не только у зрителя пробить слезу, но и чтобы зритель подумал. Какова вот обратная связь? Вы общаетесь со школьниками? Конечно. Воспитание театром – это проект, который был основан вообще на взаимопонимании и образовании культуры. То есть шел он вообще изначально от учителей школы. Им очень хотелось, чтобы у нас было вот такое интерактивное общение после спектакля. Поэтому мы туда и ведем, не знаю, как правильно сказать, спектакли, которые именно воспитывают школьников, именно воспитывают детей. И в данной конкретной ситуации воспитание театром, проект сам непосредственно, он предполагает общение после спектакля. И, конечно же, дети могут задать вопрос артистам, это артисты могут задать вопрос зрительному залу. И вот в этом таком общении мы понимаем, что мы донесли, что мы не донесли, что мы сделали, что мы не смогли сделать. То есть это очень важно. Ребята очень активно общаются с актерами, они задают очень много вопросов, причем очень много интересных вопросов. Учителя вот в 20-й школе у нас задавали очень интересные вопросы. Вообще общение очень понравилось. То есть это вот второй год у нас этот проект, и он как бы очень нравится, потому что есть вот это вот необходимое общение со зрительным залом. Ваша цель еще и воспитание патриотизма, и ведь наверняка не только. Нет, ну я хочу сказать, что воспитание патриотизмом, это, наверное, не наша только цель. Это вообще цель всего, наверное, государства. Я думаю, что это и в образовательных учреждениях, и в учреждениях культуры это присутствует. По крайней мере, должно быть обязательно. Ну вот мне нравится насчет воспитания патриотизма. Вы знаете, я сейчас вспомню такой момент. В сталинские времена мультфильмы. То есть тогда это начиналось прямо с этих вот, когда ребенок сидел перед телевизором или в кинозале, то есть когда там телевизоров, конечно, еще было тогда крайне мало, в кинозале, и давали уже мультфильм вот с той непосредственной идеологией. То есть там этот зайчик Петя, который выручает ежика друга, вот это уже был патриотизм. То есть тогда не возникало каких-то сомнений, помогать, не помогать человеку, который упал на улице, уступать, не уступать, вместо бабушки в автобусе. Там не возникало этих вопросов, потому что прямо с самых ранних лет вот именно вот этими мультиками воспитывали вот этот тот самый патриотизм. Елена, вот вы говорите, что театр несет развивающую и воспитательную функции. Давайте на примерах вот конкретно. Конкретно примеры. Ну вот, во-первых, театр – это живое искусство, что очень важно. То есть живое общение с залом, живая эмоция, живые чувства. Есть театры, которые вызывают эмоции, чувства шоком, то есть есть такое направление в театре, там, вызвать катарсис у зрительного зала. Мы не идем по этому направлению, но все-таки, когда идет живое общение, живая эмоция в зал, это очень важно, потому что нынешнее поколение этих же школьников, то есть настолько привыкло к гаджетам. То есть это телефоны, это планшеты, это ноутбуки, это общение в соцсетях, это нереальные какие-то вот эти вещи, которые, в принципе, виртуальны. И вот эти эмоции, вот этих чувств, в принципе, напечатать невозможно. И поэтому, когда идет именно живое слово, живая эмоция со сцены в зрительный зал, это очень важно. Когда мы видим отдачу из зрительного зала, вот те же слезы, тот же смех, и те же какие-то, даже бывают на спектаклях какие-то неожиданные выкрики, когда это малыши, мы видим, что это очень влияет, очень сильно отзывается вот там в зрительном зале, вот что важно. Ну и вообще-то вы говорите о роли театров в социуме, давайте об этом поговорим. Это очень важная роль, но роль театра в социуме, то есть я могу сказать с разных сторон, то есть, ну это, конечно же, это воспитание, это культура, это определенный такой вот клан людей, которые любят театр, то есть, да, это огромный, абсолютно, то есть это очень много людей, которые ходят у нас в театр. Я сколько лет уже слышу, да даже не лет, но десятилетий несколько слышим постоянно, что театр умрет, театр погибнет, ничего подобного, то есть приходишь в театр и видишь эти аншлаги, видишь, как зритель туда идет, насколько серьезно все это воспринимается. То есть театр жив и будет жить, это однозначно, вот, а театр в социуме, то есть когда человек приходит, опять же, вот, заниматься театральным делом, именно заниматься, не просто пришел в театр, пообщался со зрителем, увидел какой-то серьезный спектакль или даже не серьезный спектакль, там комедия какая-то, оператор и так далее, вот, а когда человек приходит заниматься театром, то есть это воспитывает огромное количество всевозможных возможностей, каламбур такой, это то, что развивает прекрасно память, развивает прекрасно внимание, речь, соответственно, то есть подача себя в обществе. Очень многие ребята у нас, я просто замечаю, когда ребята занимаются достаточно долгое время, и вижу, как они начинают общаться с родителями, с учениками, с учителями, с друзьями, как налаживаются их личные какие-то взаимосвязи, как они начинают учиться, то есть, допустим, когда развивается внимание, это же очень важно, потому что приходишь на русский язык, ты должен быть настолько внимательным, чтобы уловить тему какого-то правила по русскому языку, у них это развито, и поэтому они гораздо быстрее учатся в школе, то есть образовательный процесс идет гораздо быстрее, но и вообще очень важно то, что они учатся контактировать очень плотно, поэтому я считаю, что это очень важно, театр в социуме. – Воспитание театром, Елена, скажите, вообще откуда возник такой проект? – Это заместитель директора по воспитательной работе школы номер 8 Марина Витальевна Костолева, мы очень долго с ней общались на эту тему, очень долго вынашивали вот эту идею, и вот он возник, в принципе, как бы, можем так сказать, с ее подачей. Я в свое время как-то думала о том, что можно делать такие что-то типа театральных уроков, ну, например, проходят люди Лермонтова, мы раз взяли там какой-то кусок из Печорина и могли показать его со сцены, вот. А тут как-то вот у нас получилось, что мы пошли вот на такое хорошее взаимодействие, они попросили, им нужно, то есть это в основном пятые классы, шестые классы, но в этом году у нас расширился круг, то есть нашего, показан на аудиторию, то есть круг аудитории расширился, вот. И вот Марина Витальевна Костолева как бы предложила нам поучаствовать в этом проекте, сейчас как бы это наш совместный проект, и мы идем, вот школа номер 8, школа номер 20 с удовольствием нас принимает, вот уже вот второй год, как бы у нас вот этот проект совместный с образованием. А школьники из северной части города посещают ваши спектакли? У нас, вы знаете, это моя мечта, но у нас как-то вот слышалось так, пока не было у нас вот этого взаимодействия, я очень хочу в этом году очень серьезный спектакль, то есть он идет у нас и к 70-летию победы, он идет очень такой хороший, качественный, добрый, очень теплый. Мы очень хотели бы выйти на школы северной части, очень надеемся, что они пойдут на новую встречу. Елена, скажите, а вы сами посещаете театр? Да, с большим удовольствием, правда, не так много времени, чтобы часто это можно было делать, но да, конечно, я езжу в театры, смотрю. Расскажите, вот последние, может, премьеры какие-то постановки, что вы смотрели? Ну, последняя постановка, это была вообще, это очень удачно у нас была, очень удачно был выход в театр. Идут гастроли шекспировского глобуса, то есть это тот самый лондонский глобус, который был еще построен во времена Шекспира, то есть он возобновил свою работу в 2005 году, и сейчас идет огромный круиз вот этого театра, огромные гастроли по 200 странам мира. Билеты, конечно, были раскуплены еще в июне месяце, Екатеринбург попал в гастрольную программу, то есть там всего четыре города попали, это Москва, Питер, Екатеринбург и Псков. Вот, всего четыре города у нас попали, из России попали в эту программу, и вот они приехали в Екатеринбург. В июне раскуплены абсолютно все билеты, то есть мы в октябре, я на сессии, мастеру, которого я учусь, это Бадаев Алексей Феликсович, это директор драмы, где как раз проходили эти гастроли. И вот, во-первых, нам удалось, это было вообще здорово, нам устроили встречу с самими артистами, которые приехали, то есть вот эти англичане, эти ребята, это было просто замечательно, было просто здорово, мы были на их репетиции последней перед спектаклем. Потом мы встречались с Томом Бертом, это главный продюсер этого театра, то есть мы очень долго, мы полтора часа с ним общались, очень интересно услышать, что такое английский театр, что такое русский театр, это вообще здорово, то есть как бы огромное различие, было очень много интересного. И совершенно случайно мы попали на сам спектакль, у нас не было уже никаких надежд, и в последний день нам просто позвонили, сказали, ребята, бегом, бегите, есть немного билетов. Мы прибежали, купили и попали. «Сон в летнюю ночь» – это Шекспир, это одна из моих любимых пьес у Шекспира, она такая сказочная, красивая. Ну, конечно, огромный восторг, огромное отличие от русского театра, вот этот английский театр, очень много интересного там можно было узнать. У них постоянная кастинговая система, у них нет постоянного репертуара, у них нет постоянной труппы. Перед каждым проектом, то есть приглашается режиссер, причем это со всего мира режиссеры, со всего мира актеры, они назначают встречу режиссеру, то есть режиссер приезжает, берет определенный проект. Это в основном либо шекспировские вещи непосредственно, либо околошекспировские пьесы, то есть о его жизни, о каких-то моментах именно того времени. И проходит кастинг, то есть набирается на кастинге кто угодно, может быть. Вот нам Том Бёрд рассказал о том, что, допустим, последнюю Джульетту, в «Хроме на Джульете», которую они ставили два года назад, сыграла девочка, кастирша из магазина. Она настолько покорила всех своей харизмой, какими-то там актерскими данными, совершенно непрофессиональная девочка. Вот на фоне каких-то там великих маститых артистов, то есть вот эта девчонка, 18-летняя, она отыграла 8 месяцев вот этот проект. И потом, когда решили возобновлять этот проект, опять же кастинговая система, режиссер настала на том, чтобы ее пригласили еще раз. То есть она дважды поучаствовала в этом огромном проекте. Вот такие интересные вещи. Лена, а для своей профессиональной работы вы что-то взяли оттуда? Ох, очень сложно. Есть профессиональный театр, есть любительский театр. Мы можем только учиться тому, как работают актеры, как они видят свет, как они видят зал, как они видят сцену. То есть вот эти вот моменты. А для работы, как вот, допустим, режиссеров у нас немножко разные. То есть не то, чтобы направление немножко разное, а специфика любительский театр и профессиональный театр. Там есть достаточно много таких моментов, в которых нам просто, ну, никак. Скажите, пожалуйста, Лена, вот в конечном итоге театр снимает с нас маски? Ну, я думаю, что, конечно, он их снимает, потому что, ну, нельзя просто так вот нарочно заплакать на спектакле, нарочно засмеяться на спектакле. То есть это обязательно, это слетает та самая маска какая-то, рутинная, которая у нас постоянно присутствует, в принципе, на лице. Но когда человек приходит в театр, чувствует вот это живое, вот это вот, эту эмоцию, вот это вот, воспринимает вот эти чувства, которые передаются на сцене актерами. Ну, нельзя это сделать специально. Заплакать, засмеяться, улыбнуться, там, восторгаться или, допустим, приходить в ярость. То есть это, конечно же, это маски слетают и чувства выходят наружу. Спасибо вам, Елена, за интересную беседу. У нас в гостях была Елена Антропова, руководитель театра шоу-студии Калиостера, Центра культуры и народного творчества. Это была главная тема. До свидания.